Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 откуда невесты но здесь не только нам какая невеста в которой желает жить деревья где-то уже там нашли такую она только мешала в этом краю от меня через дом следующий сосед мой тоже молодой человек все был роман у нас такое роман бросил все и выселили его уехали то есть он стал просто скажем вести себя неблагопристойно к отношению существующей власти и к нам всем и его выселили ему въезд в россию пока запрещенное он не хотел там на регистрацию вставать и все это власть незаконная вроде в россии там и духовно незаконно там и патриарх он никто это не патриарх так вот высказывался оставил он там много все ну и вот он этот молодой человек совсем все это не выкупили у него он сказал какую цену они все выкупили у него с материалом все вот и он будет тоже строится собирается уже тоже готовится вот видите на совету путями молодежь пошла вот так вот вот такие новости нас но дальше все идет барабаш все ли там немного там бывает пшеницу это если сменитом что не балуйтесь так сюда и подойди скажи чтоб славка дошла быстренько опять гликерия это невозможная славка вот все внимание на тебя совесть не выросла еще какой на маленький бачка можно не вопросов пожелания бачка вы подождите сказали готов умереть не надо бачка давайте еще я не сказал что я готов я говорю спокойно могу а умереть за будущее спокойно надо внимательно слушать хорошо ладно тогда давайте подольше на спокойствие вот и все то есть есть что-то будет может быть чтобы вам еще увидеть эти дома а сам господь и пошлет кого-нибудь еще если а мы когда и приезжали то потерять не думал что а я поеду там будет у нас храм будет там что-то школа будет там жители этого не было даже в мыслях у меня просто этому приеду построен дом там и буду жить и все а дальше когда делать уже пошло там давай тогда уже устав принимать составлять устав принимать его люди поехали да и все давно дальше уже но когда сошел с польза дошел до последние там березки перед потеряевкой были вот и мы помолились со мной были я валентина афанасьевна и надежда васильевна строим я с киргизии привез к собой две курочки и петушка декоративные маленькие и 8 гусят маленькие гусята это я с киргизии привез туда помолились а господь все угодно тебе то ты благослови нас чтобы нам на этом месте а ну поставь препятствий или разу чтоб ничего это все видим что прошло уже 28 лет пока видим что благословение господне есть на нас так вот как благословение господне а вот вас так вот это вы за это время вы вроде бы там и не разжились а из деревни когда не говорят что богатый может жить но мы сами себя питаем еще и в город что-то отдаем и мясо и молочное и другое что-то в город еще и городских кормим что еще нужно другой говорит а вот у вас как как там вы вот это патриотизм как у вас патриот его или нет нет я говорю ну вот смотри как как это рассуждать что ты говоришь а я патриот там это вот за россию хочу только на словах а у нас на деле вот у нас все патриоты живем ни от кого нет не просим там за все время у государства ни копейки не просили все сами добывали как-то строили со сами все еще если бы не было раньше не было тебе теперь еще труднее стало по мере там везде ставится землей стали делать за кто-то где-то составили какую-то карту что наша деревня это аж там за прудами а где деревня по по этому месту проходит железная дорога да вот и теперь не оформить ничего как бы нельзя вот начал играть там землю нельзя оформить надо чтобы теперь обратно а кто а никто не беда говорит надо минимум там 20 или 30 миллионов чтобы переоформить это вранье вот так вот делается что что делается но так ничего пока в общем-то за все время никто нам не мешал 2 июня я объявляю всем 2 июня у нас день деревни в этом году отправляем да приглашаем гостей кто желает имеет любовь потеряевки всегда милости просим приезжайте на праздник вот помолимся вместе попросим благословения у господа что будет у нас ярмарка там до ярмарка сельхоз продуктов и изделий да вот будет ярмарка а скидки будут у нас без скидок реальная цена какая есть не дороже магазинных не зацепила по доступной цене цена договорная пожалуйста можете даже живым взять быка там или барана живым просто весом вот так еще какие вопросы ко мне сегодняшнее вам бесконечения только вани евангелие от ана 5 глава с первого по четвертой стихи после всего был праздник иудейский и пришел иисус вирусалим есть же вирусалиме овечьих ворот купальня называемая по-еврейски вефезда при которой было пять крытых ходов них лежало великое множество больных слепых хромых иссохших ожидающих движения воды ибо ангел господень по временам сходил купальню и возмущал воду и кто первый ходил не и по возмущении воды тот выздоравливал какую бы не был одержим болезнью господь идет толкование господь идет на праздник частью для того чтобы не явиться противником закона но показаться участником праздники народа частью для того чтобы большее число людей привлечь к себе учением и знамениями и особенно народ бесхитростным ибо на празднике обычно обыкновенно сходятся и земледельцы городские ремесленники которые прочие не занимаются работами купальня называлась овчую потому что к ней пригоняемые были жертвенные овцы и в ней омывались их внутренности многие думали что вода получала некоторую божественную силу от одного того что в ней омывались внутренности жертв что потому и ангел сходил на сию воду как на избранную и чудо действовал кажется божественный промысел предустроил чудо в этой купальне для того чтобы издалека вести иудеев к вере во христа так как имело быть даровано крещение имеющие великую силу величайший дар ибо оно очищает от грехов и оживляет души то бог прежде выписует крещение в иудейских обрядах и дает иудеям например воду очищающую их от нечистот хотя несущественных а мнимых например от нечистоты вследствие прикосновения к мертвецу или к прокаженному и много подобного дает также и чудо этой купальне руководящая их принятию крещения ангел нисходивший по временам возмущал воду и сообщал ей целительную силу ибо нет естества воды чтобы ей исцелять самой по себе в таком случае это было бы всегда но все зависело от действия ангела так и у нас вода крещение есть простая вода но через божественное нисхождение получив благодать духа она уничтожает душевные болезни слеп ли кто то есть имеет поврежденные очи душевные и не может различить доброго от зла хром ли кто то есть неподвижен к деланию добра и преуспеянию добре и сок ли кто совершенно то есть находится в состоянии отчаяния и не имеет себе ничего доброго вода сия всех исцеляет и тогда слабость не позволяла некоторым получить исцеление а ныне мы не имеем никакого препятствия к крещению ибо выздоровлением одного прочей не остаются без исцеления но хотя бы вся вселенная сошлась благодать не уменьшится 5 глава с 5 по 7 стихи тут был человек находившийся в болезни 38 лет иисус увидев его лежащего и узнав что он лежит уже долгое время говорит ему хочешь ли быть здоров больно отвечал ему так господи но не имею человека который опустил бы меня в купальню когда возмутится вода когда же я прихожу другой уже сходит прежде меня терпение толкование терпение расслаблен расслабленного изумительное 38 лет он был болен каждый год на ожидал избавления от болезни но предваряем был сильнейшими однако же он не отставал и не отчаивался почему господь и спрашивают его желая показать нам терпение сего человека спрашивает не для того чтобы узнать потому что не только излишне но и безумно спрашивать больного хочет ли он быть здоров он отвечает весьма кротко да говорит господи я желаю но не имею человека который бы опустил меня в воду он не высказывает никакой холы и не отвергает христа как предложившего неуместный вопрос не подклинает день своего рождения как мы малодушные делаем и при том болезнях легчайших но отвечает кротко и робко хотя он и не знал кто спрашивает его но может быть считал христа полезным для себя уже и в том одном что опустит его воду и потому хочет привлечь и расположить себе своими речами христос же не сказал хочешь ли я исцелю тебя для того чтобы не показаться тщеславным евангелие от она 5 глава с 8 по 10 стихи иисус говорит ему встань возьми постель твою и ходи и он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел было же это в день субботний посему иудеи говорили исцеленному сегодня суббота не должно тебе брать постели повелевают взять постель для того чтобы никто не счел онова за привидение ибо если бы члены больного не утвердились и не укрепились он не мог бы носить постель не требует от него веры прежде исцеления как от некоторых других потому что больной не видел еще его сотворившим знамение ибо тех от которой господь требовал веры он требовал ее не прежде чудес но совершившие чудеса перед ними он не подумал сам себе и не сказал не шутит ли он что приказывает мне тотчас стать я 38 лет болезни не получал исцеления и теперь вдруг стану ничего такого он не подумал но поверил и встал исцеляет субботу научая людей иначе понимать обряды закона и почитание субботы и поставлять не в телесно понимаемом бездействии но воздержание от зла потому что закон будучи законом всегда добро творившего бога не может воспрещать добро творить субботу с 11 по 13 стихи он отвечал им кто меня исцелил тот мне сказал возьми постель твою ходи его спросили кто тот человек который сказал тебе возьми постель твою ходи исцеленный же не знал кто он ибо иисус скрылся в народе бывшим на том месте толкование нужно удивляться смелость этого человека предаудеями они настойчиво говорят ему не должно тебе брать свою постель субботу а он смело проповедует им своего благодетеля кто меня исцелил тот мне сказал он как бы так говорит вы безумствуете когда приказываете мне не слушать того кто исцелил меня от болезни столь продолжительной и трудной иудеи не спрашивают его кто исцелил тебя но кто сказал тебе возьми постель так они добровольно смеж смежили себя в глаза смежили себе глаза для добра а мнимое нарушение субботы постоянно выставляли на вид иисус скрылся частью для того чтобы и в его отсутствие свидетельство об исцелении было свободно от всякого подозрения и не подумали бы что человек этот благоприятствует ему но свидетельствует об истине частью для того чтобы еще более не воспламенить ярости иудеев ибо один только вид ненавидимого придает ненавидящим немалую искру ненависти посему он оставляет чтобы дело это исследовалось само по себе ибо иудеи обвинители перенесшие события на исследование рассуждения делают оное тем более гласным с 13 по 16 стихи потом иисус встретил в храме и сказал ему вот ты выздоровел не греши больше чтобы не случилось того чего хуже человек сей пошел и объявил иудеям что исцеливший его есть иисус и стали и идеи гнать иисус и искали убить его за то что он делал такие дела в субботу и слову господа расслабленному вот ты выздоровел не греши толкование и слову господа расслабленному вот ты выздоровел не греши же более мы научаемся во первых что болезнь с этим человеком приключилась за грехи и во вторых что учение гея не истина и что мучение вечно где же ныне те которые говорят в один я час соблудил за что же буду нести бесконечное наказание ибо вот и сей человек не столько лет грешил сколько терпел наказание но почти целую жизнь человеческую провел в наказании грехи судятся не по продолжительности их а по самому естеству преступления научаемся вместе тому что хотя мы и понесем тяжкое наказание за прежние грехи но если опять упадем в те же грехи потерпим еще большее наказание и весьма справедливо ибо кто не улучшился от первого наказания тот подвергается большим мукам потому что он бесчувственен и нерадив для чего скажешь не все так наказываются ибо мы видим что многие порочные пользуются здоровьем и благоденствием но то что они не потерпели здесь ничего будет поводом к большему наказанию там на сие это указывая павел говорит будучи судимы от господа то есть здесь наказываемся чтобы не быть осужденными с миром то есть там 1 коринфянам 11 32 ибо здешние страдания суть разумления тамошние наказания уже ли все болезни от грехов не все но большая часть ибо одни из них бывают за грехи как случилось с этим расслабленным и в книге царств видим что некто впал под агрузы грехи 4 царств 5 27 и 15 5 другие бывают для прославления обнаружения как случилось си и он чтобы открылась его добродетель иные бывают от рассеянности например от нет воздержания и пьянства человек си оказывается благочестивым ибо Иисус находит его в храме если бы он не был благочестив он возвратился бы домой и предался бы отдыху и наслаждению и убег бы от ярости иудеев и словопрения ну ничто подобное не отвлекло его от храма Иисус узнав Иисуса смотри как благоразумно он объявляет о нем иудеям не говорит как они желали слышали что Иисус сказал возни постель но исцелил меня чего они не хотели слышать обвиняя его в нарушении субботы если иудеи стали гнать господа то чем виноват в этом человек сей объявивший им о нем он проповедовал об исцелителе с добрую целью с тем чтобы и прочих привлечь к вере если же они стали гнать благодетеля то это их вина отлагающие покаяние не спешающие покаяться здесь но опаздывающие не получит исцеление и так старайся войти первым чтобы смерть не захватил у тебя сию купель покаяния возмущает ангел какой ангел великого совета отчего христос и спаситель ибо если божественное учение не коснется нашего сердца не произведет в нем возмущение напоминаем о муках в будущем веке то купель сия не будет действенна и здоровья расслабленной душе не бывает справедливо она может быть названа овчью ибо в ней как овцы омываются внутренности и помыслы святых и незлобивых уготовляющих себя в жертву живую и благоугодную богу о если бы и мы получили здоровье и по выздоровлении находились в храме то есть не осквернялись не священными помыслами дабы не постигла нас худшее наказание в будущем аминь если христос у близко имеет общение с Олей Соклаковой не могу позвонить только позвонить а лично встретиться сходи почему нет мать была больная ну ладно мать больная матери нет уже давно в чем дело поговорим узнать еще о болящих ну а Татьяна Кузьминичне Татьяна ушла Татьяна говорила может быть мы ей как-то материальную помощь окажем потому что она лежит на операции и находится на оплатном основе да там знаете Тихонович уже благословил помочь я подходила она отказывалась я сегодня еще поговорю с ее сыном но через ее голову я считаю лезть неприлично ну понятно да то есть с Дмитрием у тебя есть контакты я могу тебе дать у меня контакты хорошо еще болящих да Татьяна Кузьминична всем передает поклон благодарит за молитвы настроение хорошее слава тебе Господи звонил ей Савченко Витя у него тоже все хорошо он довольный всем передает поклон Спаси Христос Татьяна Кузьминична вероятно завтра выпишут Татьяна Дмуха сказала да что после она будет уже ходить просто на Триярск так мне все слава Богу можно да брат мама моя Валентина всем поклон передает благодарит за молитвы ну отказалась она от самолечения этого в конечном итоге ну самолечения она и самолечения да и поняла ну сначала просто у нее как паника была такая помоги Господи потом поговорили с ней там все кто вокруг Спаси Христос за молитвы моей дочери Анастасии и внучке поправили даже Тест у меня тут поправился Никита тоже хвалал прошу помолиться во мне я во вторник улетаю в Москву на 4 дня на конференцию вот вот возвращаюсь двадцать четвертого вечера поздно чтобы Господь сохранил меня в пути и чтобы там все было благополучно еще прошу помолиться о Владимире который вот Олейников Владимир который мой коллега который работает в нашем отделении он сегодня собирался прийти но не смог потому что на работе работает он работает для того чтобы устроиться на учебу ординатуру а ординатура только платная это первое второе прошу помолиться чтобы Господь ему так ну там у него одна тройка и не получит он красный диплом но у него там есть возможность пересдать чтобы успешно это была пересдача будет разговор идти завтра как раз в понедельник по этому поводу о пересдаче я не помню по-моему там терапия и там практики даже больше было так еще у кого о валящих Нестор у вас на хозяйстве остальные все здоровы с учебой все благополучно да спасибо слава богу Политыкин Аполлинария валеет Политыкин Аполлинария Аполлинария значит молитесь о владельцах приноли Кручины наверное в деревне были в деревне болеют там ребятишки у них забыли они не поехали не поехали они в деревне в деревне ребятишки говорят значит молитесь о детях Николай говорит Николай уже получше все равно еще молиться надо он пошел на работу потому что никому работать но все равно он еще не здоров анфиса анфиса устинова болеет анфиса анфиса болеет анфиса звонила нет видите Михаила Петровича позвонил ему ответил христос воскрес христос воскрес воистину христос воскрес болеешь болею болезнь прежняя христос воскрес как-то навестить надо сегодня может не сможешь навестить Сергей Павлович я на благовестие иду после благовестия если только может способ боговестия еще у кого о болящих все наши остальные болящие присмотрены кто нуждается в помощи Игна Тихонович как Вы говорили о детях ну о детях их нету здесь как нету волно детей они вот они все сидят вот они выросли а там нет не осталось? нету никого никого нету все до копейки все намечали уезжать вот это покойный 10 но получилось 10 понедельник я поговорил с Андреем и сразу договорились уезжать в субботу пятница он работает это 8 получается пораньше вы едем мне нужно знать кто из детей поедет или вызывать еще машину или поместимся здесь вы знаете теперь как у нас не на территории лагеря а в самой деревне приобретенные дома люди приезжают с родителями или как и к них не воспотребнадзор никто не трогает эти годы приезжали вот два года приезжали спрашивали и во двор не заходили даже во двор не заходили вы знаете так же купаются тоже распорядок дети так же встают гимнастикой занимаются они приехали в гости приехали родители с ними в гостях так что мы ничего ожидаем может быть даже издалека были и будут гости я здесь спрашиваю кто если не назовете значит я не буду стараться насчет транспорта сами приезжайте когда думаете кто у вас едет никто не едет выросли а чем вы занимаетесь летом то у нас учеба в опросе экзамены место огород экзамены все лет не смешите так подковы что там огород по детям вопрос у меня один только был насчет приехать и надо смотреть вот это вот опять если бы я там был рядом я не думал что она защищать себя будет ее нельзя защищать она столько за неделю наделалась за делов и у ней истинного раскаяния нету сейчас надеждаться не надо она не жила сильно она вчера плакала и каялась и про себя она сильно плакала вчера просто решила поплакать вот и все дерево растет не твое дело да ты неправильно а ваше дело ты не знаешь ничего ни разу ни одного дня с ним поздравляю вас вы говорите тогда я буду говорить мне нельзя говорить оно меня задавливает дерево растет вот водоносная она знает только ягод она подходит святые здесь рыба там ни яблони не растет ни другой какой-то плот не будет рядом и другой ребенок привезли первый раз он этого не делает она делает у меня огорожен специально там чеснок растет от кошек чтобы она туда залезет отопщет ну просто задавливает он уже довольно большой вот такой а каждый день его щиплю тебе надо я тебе дам сделай то есть совершенно неуправляемый можно было взять потеряевку но если бы отношение было с другой его надежда Васильевна ее на шаг нельзя оставлять даже только она вышла мгновенно она начинает командовать а все хорошо берет у меня три три кошки здесь были они уличные мы содержали зиму она мгновенно все разогнала она любым поленом огреет а я голубей защищала там или еще что-то вот она рядом сидит я говорю правда или нет я спрашиваю тебя так ну а остальное я скажу так все больше не надо решаешь все слова с габой будешь обоговариваться я в конце тогда общий подведу итог я в детях так насчет детей бумага кому нужна о бумаге уже пошел запрос бесплатно поддержим подходите сарай открыт пятый сарай и там прямо большая бумага и другие что-то в коробках книги какие брошюры берите сколько нужно потому что привезли очень много и никогда столько не было а за этими книгами там еще второй стеллаж идет ну просто многое речь идет о 1500 килограмм ну так и тошки уже все высказались итог подводить вот я подведу сейчас вы знаете самые большие события в неделе какие были город Екатеринбург вышел на первое место в России и не только в России а и во всем мире стало известно благодаря вот этой сети массовой информации все снимают и прочее без совета с людьми решили в важном парке построить церковь и все там заплатили деньги только за землю заплатили как говорят 3 миллиона там задействовано много больше речь идет уже о миллиардах может будет и что парк в который приходят люди город Екатеринбург довольно задымленные куда люди приходят можно отдохнуть и они говорят так он мало места занимает храм не так много места занимает ну а граду вот хватит посмотрите Покровский собор Александра Невский Иоанна Богослова если храм стоит он не может просто так стоять ему рядом кладбище нужно делать как правило всегда были кладбища дальше подсобное помещение и народ не согласен с этим был ни с кем не советовались никакого референдума не было там деньги задействованы всем уже понятно и сразу забор поставили за ним начали что-то работать и второй предварительный как из сетки такой пришло там 5-10 человек а чего вы ходите здесь смотрите а эти пошли своим и сказали а почему то я тут пройти хотел где всегда мы отдыхали в воскресенье долой и поднялся буквально этот миллионный город сейчас там такое идет прямо плотно и подошли как начиналось на Украине Майдан ничем уже не освещается церковники наняли там видимо наняли там неверующие видны люди которые МММ другие такие богатыри занимаются пришли сказать покажем где-то это за веру храм допустим будет люди не хотят кому он строится для людей или для золотых свечей храмов много показывают храмы стоят где-то ну патриарх лишь делал в москве еще 200 и там площадки детские весь народ поднимается против и самую точную характеристику я увидел двое дали я тоже ответил меня просили и еще придется сказать кто Андрей Кураев прямо к нему и он все это показал это абсолютно немыслимо и выступает минуты две невзоров Александр Глебович вы знаете главный атеист сегодня считает страны и вот теперь вы увидите все это мурло РПЦ на пути любого раздавят это начало ее конца то есть они разбудили до самой глубины ада все подняли сейчас и это никакие чистые переулки не спасут уже арестовано около 100 человек у каждого дети так просто не останется из других горнов уже присылают вот-вот где-то будут снайперы лишь бы достать человек 15-20 хлопнут кровь начнется дальше уже не остановить спрашивает а что нужно делать делать нужно одно только выйти к народу ну патриарх тут не приедет но если митрополит или епископ здесь он должен выйти к народу по телевидению и везде сказать мы не посоветовались сделали большую ошибку просим у вас прощения они всех дают под прощение кроме себя не судите то есть не трожьте нас у них я расшифрую что они имеют в виду все обвинения прелесть гордыни они все только там находятся там среди них себя мыслят уже неприкасаемыми прикоснуться Невзоров Александр Глебович прямо говорит я не хочу чтобы попов снова начинали с колокольни не с головой спускать а они подошли к этому для кого строится храм когда людей берут арестовывать они даже если построить они плевать так ходить будут они будут бить окна что угодно заранее скажем так по поп резать будут я выступил сказал свое слово никто конечно нас не слышит мне снова и снова просят выступить отдельным роликом приезжают люди дать интервью как я ответил другого выхода нет чтобы смягчить сердца народа выйти и покаяться чего они не умеют делать папа римский умеет это делать еврейские пророки патриархии никогда не делал она беспокаянная почему два органа беспокаяния КГБ и РПЦ я ничего не имею в церкви и люди говорят мы не против храма нет ну вот место показывают сразу показывают пять мест где легко можно сделать и там можно большую ограду все рядом тут же видать ну не трожь этот участок где мы выросли здесь и играет там и на музыкальных и там бывает футбол не футбола там меж перекидывает ни на кого не смотрят там задействованы то есть заплаченные что голосуют депутаты теперь отдельно думы которая там в Екатеринбурге местная единая Россия как один и вот интересно отзыв только-только поместили что там в думе было сразу 298 допустим откликов ибо тершины и другие до вас доберемся и другими словами даже не выскажешь и проголосовали против всего несколько человек а вы там зажравшиеся свиньи вы все будете резаные лежать это храм нужен такой храм на крови помолиться об этом надо это что безумие из них Господь маленько заглушил этого нигде ни мечети мусульманские ни баптистские ни старообрядческие не строятся так почему власть они меня когда судили здесь выступил священник тогда был Скачков отец Михаил у нас такие хорошие отношения с властью лояльные что такое лояльное поясни ни туда ни сюда нашему вашему лояльный нет нет неправильно ну-ка давай терпимо это дружественные отношения это не совсем дружественные это просто лояльные дружественные это дружественные ну приятельские будем так говорить мы вас не трогаем вы нас да приятельские но знаете мне что напоминает я спросу знаете слово такое льяльноводы льял льял и льяльноводы вряд ли кто знает но это где-то это очень это редко между ленищем и там есть еще большое пространство льяло называется туда нефтепродукты все она вода как бы смывает теперь где эти воды потом выплеснут то где и там такие суды идут на международной арене чтобы эту нефть не заражали и наши там птицы все погибают вот это льяльные то есть вся нечистота льяльной воды и лояльные но это разные понятия разные понятия но смысл один нет вся нечистота сегодня собирается сюда что можно сделать вот сейчас в данный момент конкретно люди разошлись выступает мэр города в отставку кричат там тысячи людей в отставку он нормальный вышел и говорит давайте все таки поговорим как давайте к нам придете вы в администрацию там ну человек пять там десять пять мало десять пятнадцать двадцать наконец люди говорят тридцать человек ну тридцать пускай он выступает и тогда мы полденадцать соберемся и тогда мы поговорим и мнение народа узнаем по городу будем ходить спрашивать и по средствам массовой информации узнаем то есть это заглушить пока люди понимают это лишь бы только сейчас четыре дня уже это идет у них решетку свалили и тянут в одну сторону в другую наконец оторвали и куда-то отнесли но у них там забор забор убили ОМОН и гвардия какая-то Росгвардия в два ряда стоят эти шлемами опутанные все готово к тому чтобы начать и Александр Глебович говорит сами эти Екатеринбуржцы еще не понимают вряд ли они понимают что здесь начинается это искра которую им не потушить никогда сразу доложили президенту Путин выступает значит дело не подзаборное и а этот говорит ну мы пока будем обсуждать а стройка будет продолжаться они там уже что-то делают президент дал указание прекратить стройку а дальше будет видно какое бы решение они принимали и думать храм не должен там быть не должен потому что он уже ненавидим народом они в потомках ненависть к этому храму будут иметь к людям которых арестовали тут не надо быть семи пядей во лбу чтобы понять так не делается надо чтобы любили хотели по кирпичику приносили ну как сегодня Петербургская помогала где тут я не знаю что непонятно то я там уже будет буквально все спрашиваю откуда мы из Томска приехали это помощь со всех сторон идет тюрем не хватит придется концлагеря открывать это сегодня на неделе я прошу выберите время и жизнь сейчас буквально взывайте к Богу чтобы Бог пронес эту беду беда огромная и страшная ненависть к президенту прямо вырастает в разы сразу к президенту а не просто куда-то идет так на Потеряевку я развез батюшка привез все три бумаги переслали мне одна метрополиту его не было Сергей Павлович меня возил заехали в администрацию Томенко кажется его Виктор Виктор Николаевич Виктор Петрович Виктор Петрович правильно мы его не видели ну естественно все каждая бумага одна бумага осталась ну куда ее крутили крутили я говорю краевую прокуратуру кто краевую прокуратуру Рудник правильно нет ну который сидит рядом принимает подполковник женщина такая приветливая ну она знает я с жалобой насчет музея там мельтешился ну и с чем же Латкин пришли я говорю с благодарностью вам вот как с благодарностью и прокурора края мы хотим чтобы он приехал если будет возможность потому что вы так много нам помогали действительно она очень довольна ну взяла бумагу там еще на этом дальше мне нужна в этом на этой неделе от кого-то от сестер помощь была бы небольшая со своими нитками иголками прийти лежали мы в мешке никто не думал больше не едят сахара не едят горох я его не поднял прогрызли и сахар и горох еще что-то знамение какое-то не знаю они лежали много места занимали им проходить а где мыши если надо пройти она все сметает там какие-то палатки лежат она дырой и с той стороны не будет так у меня стена там была кирпичная стена вот такой вот толщины и прогрызли через кирпич руку можно просунуть ровненько гладенькая дыра при том кирпичи плотно подогнанные вот что значит длитель окошек разогнала да ну значит если придете какие-нибудь тряпочки возьмите зашить эти дыры потому что можно все порассыпать сюда мне нельзя отлучиться у меня все время звонки идут как какая-то напряженка такая а если я приду здесь закроюсь я еще не слышу кто там зазвонить хотя бы кто может прийти можно вопрос задать а после грызунов это можно теперь часа на полтора сестра часа на полтора не надо вопросов подождите можно только отравиться давайте Игнатий Иванович спрашивает сестер кто может прийти помочь зашить мешки лежать здесь тряпочки можете принести а то я дам ниток я тоже могу дать вот Львов Николаевна что значит военная жилка я получил долгие дни за год может быть первое такое письмо от Никиты Колесникова проявился нигде не было и письмо с двумя добавками через mail.ru значит первое что на него там который монастырь образован священник кто другой положили глаза чтобы его рукоположить принял монашество и вместитель был ну он то посмотрел нет говорит не обманете меня но дальше то что он его священник все таки подтягивает и говорит вот считать надо будет так тот а тот а тот а тот он считает только на русском языке в условия ставить то священник согласился но та которую в жены ему прочили то та как поднялась против говорит ты заранее должен был увидеть увидеть он спрашивает что делать только ваш совет для меня вот уже в жены кто-то там у него там все я прошел говорит огонь и воду теперь медные трубы для меня наставили женатый монах возвышает его я говорю ты это прошел эти медные трубы а другое что вот у меня очень хорошие отношения сложились с баптистами вот это вот это он ходил туда к ним и говорил и они приглашают на взаимную там где-то евангелизацию то другое особенно которые в дверях пропускают там или караули и он там но бритый я сказал первое к этому не возвращайся раз уже там все решились и ты не идешь к этим больше баптистам сложились хорошие отношения ноги больше не ложи ты уже за грани начинаешь заходить и понимаешь что у тебя будет один ну по первым положить у меня потом это жениться там и другой лучше потеряем и места тебе не было маленький намек дальше как он как он будет помолиться такое письмо видно что по трезвости писал бороду не трогать ну чисто так написано и прямо у меня один кто с моей душой вроде трудился только вы были то есть расположенность такая это ночью сегодня он написал вот это все познается в сравнении да ну я много сижу в интернете сестры я ничего не прошу но говорю что глаза мои едва едва спасаются благодаря морковке которой нету так теперь относительно того что дежурить здесь надо это Виктор это нет ушел Петеримов Петеримов да конечно наверное ушел тут был я его видел так значит по первому Михаилу то я неделю он хотел вторник прийти тут мешки перекладывать ну его нет я думаю как бы не заболел прежней болезнью или же вчера нету но сегодня я уже совсем думаю почти так и есть и вряд ли он уже выберется в прошлый раз врачи едва 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 его вытащили и если в этом состоянии умрет я не знаю кто пойдет хоронить даже я бы был здесь никогда не пошел у нас брат такой и мы думаем умрет и что делать там деваться некуда зарыть надо пока ни одна молитва не подходит все знал все видел и давил и давил и ни разу не посоветовался единственное ему был такой промах или что он сделал когда трудно было мать была и он валялся там и я вот все таки перетащил к себе и он согласился у меня быть пить есть есть и молиться и от него полностью все отошло а за матерью Татьяну Кузьменичну другие там ухаживали и он совершенно нормально сделал я сколько раз уже оставлял его ему тогда разницы ни в себе ничего нету там все под себя идет так просьба у меня когда будете здесь я могу уехать уже не полной три недели будет и очень интересуюсь чтобы кто-то здесь был наружу наблюдения это только помощь тому кто находится они так я включил и пошел ты ничего не знаешь живое неживое везде где сидят они смотрят в его сети там сидят люди которые видят обстановку только в этом они так что сделали включили и пошли домой спать ежедневно чтобы кто-то был здесь так Виктор Андреевич подумай организуй и кроме этого если идете сюда тут кошки наши на улице бегают не наши которые их кормили они привыкли ну прям за мной бегают я завел сюда они у меня неделю здесь были и все это с мышами покончено и запах они очень ласковые четыре все черные таких не было подкармливать они на улице проживут второе ванна должна быть вот идете мимо должна быть закрыта воды не будет голуби туда вылезти ни один он не сможет и вы не сможет ему крыльями не взмахнуть а кроме этого края за заваленное никак должно быть закрыто там будет два тазика и всегда чтобы они были полной водой лилась через край они купаются и поэтому разбрызгивают я здесь вопросов нет тазик один и второй рядом прямо стоять где стоят они ну тут я не знаю как так охота голубей то сохранить вверху я покажу тебе все ты будешь знать где что где плющ где запираем где пшенистом семечки не трогать в прошлом году я даю по горстке неполной насыпали вот таким слоем она она не может птица взять и она берет только верхний слой и пшеницу ты видишь там такое которой уже нет целой пшеницы она уже не клюет это отдельно мешок сваливает там я воробьев буду кормить так ключи кто здесь у нас будет кому ключи нужны будут калитка закрывается кому так тебе для чего нужно объясни ночевать приходить ночевать приходить хорошо так слушай внимательно что я скажу я где-то что-то недополучил вот как я их делаю каждый должен сразу же сделать красное вот такая маленькая цифру 6 нарисовать понятно я даю целый ключ в осень отдашь так еще кому ну кто братья ну кто так у меня есть так положите сразу и ключ чтобы у вас где-то привязан был когда это все сделаете на резинку и чтобы он у вас выпал но не потерялся не потерять по милости божьей сколько лет ты еще не потерялась Андрюша пожалуйста вот уже там только фишку подешивай так еще кому а тамаре дадите тамаре глухонебой тамаре дадите для него сделайте привяжите ну как я показывал милочку так вот так вот смотрите красненькая чтобы была длинная красненькая и вот такая так все кто еще будет здесь ночевать не я дома будет ночевать а кого у нас сегодня из братьев ну Севастьян он будет ночевать еще кто еще я не знаю Николай Больгую может быть а остальные вот нас раз-два и обчелся все ночевщики так кто ему отдаст Николаю этому Севастьяну 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 я отдам не забудь то их отдай и свои тоже только привяжите ключи чтобы они в кармане за что-то были привязаны так я о многом хотел сказать вам знаете что про это уже сказали я думал где это а вот смотрите есть такое выражение стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи кто сказал это этим везде так это украшают спрашиваю он это сделал сам второе все таки время это уже почти два столетия чуть побольше и где-то было такое или не было даже намек на это не было он сам сказал когда дух святой от меня отступал я тогда ошибался он сам говорит это невозможно вера от слышания я а давид говорит я мирен мы в этом но только заговорю а не к войне все дух мирный а дух мирный это зарытый талант зарытый талант означает себя Бог взыщет это абсолютно антихристианское изречение дух мирный соберут спасутся тысячи как новый способ изобрели монахи то есть я мирный за стенами спрятался и сижу а господь говорит идите по всему миру по всему миру идите стены свалились и проповедуйте евангелие кто будет веровать и креститься бесплатно погружаться креститься означает погружаться имеет жизнь вечную вот все нарушено вот чем надо заниматься у меня ролик выставил так храмы и благовестие одно и то же совместимы ли название ролика на благовестие я вам рассказывал когда патриарх кирилл встретился с франциском в гаване там никаких договоров не подписали как стали от него отпадать не поминать его епископы епископы от нас все скрывают этот лонген я только знаю Михаил жар где этот форпоз там на рубинской границе и они как-то на меня вышли и очень довольны были что я их как бы поддерживаю а я им ответил я не могу ничего поддерживать кроме того что стоит вечно то есть ухватиться во сколько столько-то там триста сорок человек к примеру что нужно сделать румыны есть украинцы есть венгрии есть русские есть разделите и путь дорогу оставьте там коллег больных пускай ухаживают за детьми которых вы набрали монашеское ли дело вам этим заниматься но однако уже взяли детей теперь ведите их пока они вырастут не сидите и они мгновенно меня отсекли не ответили как будто меня нет нигде самое главное понят а чего люди там бунтует нет проповеди повторяю нет я сегодня как-то думал и мне мысль такая пришла вот мы знаем молитва трех ступеней первое просите дай помоги спаси сохрани того сирилка смели вторая стадия выше это благодарение получил или нет получил за все благодарить и третье словословие но на третью аллилуйя аминь аллилуйя слава тебе боже может петь тот кто прошел эти ступени он достиг этого совершенства а когда человек сразу пришел я только славить буду Игнатий Бринчинов четко говорит обман начни сначала если ты не испытал страха божия никак я стал думать и смотрю есть не только люди отдельно общество при том очень большие общества которые первую часть практически они не знают вторую может быть это я много за эти месяцы узнал нового я скажу про мусульман а Аллах Акбар это велик Господь это словословие третье на третью без первого ступени а у нас застряли на первой помилуй меня божий канон Андрея Критского 250 раз помилуй помилуй грешный супер грешный арки грешный пропал то есть безнадежно а что нужно пройти как должно да я грешен Павел после того как согрешил что я не достоин называть сигнал только там где а теперь когда теперь по другому верующий в Сына Божия рожденный свыше не может грешить дальше не грешит первое послание Иоанна первое послание эти слова в православии совершенно не приемлются вера без дел мертва Мартин Лютер такой умный монах протестантизм с него начался он просто книгу выбросил она не Христова потому что вере не дают полного раскрытия как то есть вот эта мертвящина пришла и всякое безобразие мужчина говорит похотью друг на друга и женщина и прочее это все оттуда идет и у них это самое главное идет надо каждое слово смазать почему не грешит добровольно Бог просвещает вы не будете иметь нужды чтобы вас учили но учили дела житейских вот по храму это дело житейское ненавидят не хотят а я буду строить они вообще как в мире говорят совершенно лишенные рассудки не надо никаких выводов я простой пример вам говорю Василий Великий в момент когда ариянство захватило буквально все и они претендуют на один храм Василий Великий предлагает давайте так храм запрем замки повесим потом еще вокруг цепями захуем и будем молиться вы молитесь потом кому Бог откроет это все без ключей того и храм христиане согласились а кто первый а тут жребий бросим ошибки не будет все под контролем будет депутаты будут видеть средства информации на каждом смартфоне отпечатается так согласились да и первые жребии выпадают арианом ну теперь и откроется дверь а мы то не молились что молились то когда храм то уже ушел Василий Великий пошел ну это а тогда кто то и говорит ну а если они не откроются и мы помолимся да и у нас не откроется тогда что а тогда уйдем отдадим им храм все какая тут справедливость то не открылось ничего мы сегодня тут молимся и должны уйти должны уйти так вопрос решен ну внутренне мы понимаем несправедливо он говорит ваше неверие а если вы знаете что вы верующий бог слышит ну неужели какие-то цепи замки там ну все это ариане помолились стояли как валовы жрецы ждали в это время Илья берет как водой залил камни и все огонь пожал и камни и воду ну мы знаем пример 18 глава 3 книги здесь так же Василий Великий поднял руки возопил иду грохот раздался рванула вместе с косяками и дверь все ворота вылетели заходите арианам идти некуда потому что там бога у нас ничего нет и мы тоже православные вот что значит довериться богу как бы несправедливое решение вот сейчас пусть и рай который было сейчас все время они вышли им авторитет подняли а что нужно было делать я писал об этом нигде не послушали выйти всем с патриархом а храм Христа Спасителя рядом тут течет река у них и молиться ну хотя бы сорокадневный пост объявить чтобы день и ночь непрерывная была молитва и это пусть и рай они будут стоять рядом молиться нет у нас сила схватили нагайками отпороли одну у другой там еще что-то сделали в суд посадили а народ за них а они их авторитет не понизили в это время они логин дали дали какой бей попов спасай Россию да вали кресты и показано они в одних бюстгальтерах пилят пилами большие поклонные кресты все валятся чего они добились этого хотели ни один враг кто нам не подложит что мы сами себе делаем не веди в искушение а сказать избавь меня от самого себя как это можно не видеть не чувствовать когда уже впереди этапом шло это чтобы дойти до Екатеринбурга дальше то если это в Новосибирске будет а там тоже такой оказывается случай был дальше то это лавина не остановить потому что недовольство в народе ужасное за эту нищинскую жизнь разворовывать леса там Байкал что это все поднимут сейчас потушить с самым основанием можно только покаянием и скорее отступиться скорее убрать бросить инструменты и скорее уйти оттуда чтобы ничего не было простите простите вот здесь и простите как Андрея Критского канон особый закажите за то что вы решили там строиться я не против храма оборони бог но написано первые христиане ежедневно собирались по домам ни одного купола не было во всей стране во всем мире а вера горела какие были христиане и они говорит причащались с золотыми сердцами из деревянных щаж а сейчас с деревянными сердцами из золотых щаж это на нас все это падает спрашивают часто нет причащается опять эти вопросы возникают а исследовать очень просто причащается и не причащается кто больше болеет и по смертности по продолжительности причащается часто и не причащается кто дольше живет Библия очень четко говорит недостойно причащается зато многие больны и немало умирает многие больны и немало умирает ибо принимают не рассуждая а как часто я за того сговорит иные часто там ну раз в месяц два иные раз в год иные два года раз это зависит от того как ты приготовился а я никогда не приготовился это обман тоже слова то есть если ты постился говел о чем Достоевский пишет и Николай Васильевич Гоголь ясно дело дух побуждает тебя ты можешь причаститься Россия приняла от Греции Греция взяла от левереев четыре раза в год в четыре поста в четыре доказательства это старобрядцы все беспоповцы у них нету а которые Андрея Поповский это Новозыптовская и Белокринецкая иерархия но никак что я хочу у нас тут была одна ушла сунулась туда а потом старобрядцам ну знаете кто тут сидели соседи Татьяновны из-за чего а мне там пение понравилось это было духовное рождение сразу вопрос духовно рожденный где он родину забыть не может если там какие-то разборы да нет конечно стали разбежались так я к Тимуру обращусь у тебя свободное время есть хочешь поехать по деревку дверь открыта Геннадий Тихонович в июне меня в армию забирают у меня в армию забирают в июне в армию в июле только сейчас в июне ну в июне ну 2 июня ты не возьмут у меня экзамены диплом а то ты мог посмотреть сам пройти везде ты будешь знать о чем говорить там картинку любую увидишь ну я вспомнил о тебе и будем молиться конечно ты не теряй связи чтобы мы знали как поддержать и прочее ну смотри если восьмого мы уезжаем это а то я выезжаю ну сейчас мы едем второго жалко конечно никак не сдвинуть ну имею ввиду диплом ну ладно ну мы едем восьмого если все дай мне знать я место постараюсь забронировать для тебя чтоб ты поехал и оттуда же вернешься с Андреем там можно побыть так ну вот считай почти все коснуться что хотел уверен повторю чуть-чуть молиться об Лакитеринбурге молиться о Патриархе молиться о Президенте чтоб Господь им показал какая бездна разверзается перед ними это это может быть в самом настоящем смысле начало конца знаете это я попутно скажу в Румынии было так точно так советская власть Чемушевский Николай власть в его руках заместитель жена Елена и вот один человек я не знал кто теперь я его нашел кто он такой представительный в галстуке какая-то там такая чешская ну для нас они сектанты но он доктор богословия там все его вздумал убрать Чемушевску жалобу почти много народу приезжает как Владимир и Головину Владимир и Головина ахнули и нигде ничего нету там сняли и все а тут снимать а его нет нигде найти за нем заступились народ вышел народ у меня секундитаты тайна полиция тайна полиция поднялась армия в один день все разгромили поймали Чемушевску к стенке и расстреляли он никак не думал и даже в мыслях не было из-за какого-то попенка прости господи а вот так и бывает самая незначительная искра под пороховой бочкой я беру события какие были в мире не сам там Бог отнимает разум и они творят что попало я примеры там привожу Наполеону какая нужда была ночевать в Москве зачем он пришел сюда всю армию погубил ушел а потом на острове Елены будут его там штутными парами еще парить Гитлер один из самых умных стратегов был о народе заботился и что ты к Москве подошел это ясно возьмете ее лаптями закидаете так туда нужно нефть скорее разбил пополам это смертельная ошибка была с музеем достали какие-то дореволюционные пушки одной пушкой ударять самый крепкий немецкий танк только башни летят и все а дальше а дальше свернули сатане башку загнали его в логово да там и прикончили дьявола мы смотрим на ошибки которые делают люди которые обольщены сатаной а он мне помогает он везде помогает все страны а все страны сразу как только перешли границу они на сторону России стали переходить тюрьмы и мертвые возникновые люди веселитесь святись 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 новый Иерусалиме слава Бога Господня на тебе воссия ликой ныне веселись сегодня ты же чистая красусь богородице а восстание рождества твоего господи защити родину нашу от нашествия наплеменников от внутренних распорий от беззакония которое втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих так же просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественную любовь тебе коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе господи праведны суды твои над Россией за то что оставили тебя и слово твое изреченное в Святой Библии прости нас господи владыка жизни что сокрыли имя твое Бога и Его Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а воотче господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей тебе хвала славы чести поклонения Пресвятая Троица отец сын и святой дух аминь господи услыши нашу молитву перед престолом благодати да будет она и соедини ее с молитвами всех святых молящихся тебе на небе на земле всемогущий создатель даровавший нам жизнь и смысл услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам любящий наш Отец Небесный аминь 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 господи владыка слушает я отключаю дочка открыла три дня назад потому что еще есть съемка будет да потом еще мы сейчас выключим мы сейчас выключим